Генеральной уборкой города отметили неравнодушные жители Нарьинмара Всемирный день чистоты. В этом году он выпал на 19 сентября. Сделать свой родной город чище вышло рекордное количество жителей всех возрастов. Подробности у Ольги Русул. Акция Всемирный день чистоты «Сделаем» – это глобальный флешмоб, участие в котором может принять каждый. Акцент делается на уборке природных территорий, лесах, полянах, берегах водоемов. Где-то, возможно, организуется раздельный сбор мусора. Пластик, пенопласт, стекло, огромное количество колес и покрышек. Ребята просто надели защитные перчатки и вместе со взрослыми отправились на генеральную уборку города. Мы убираемся, чтобы чисто был наш регион, чтобы у нас город стал лучше и чище. И чтобы растения не погибали больше. Много мусора уже собрали? Да. Преимущество акции в том, что нет определенного времени и места. Все желающие просто выходят на улицу для уборки в любое удобное время. У нас достаточно таких активные волонтеры, которые не только на развлекательные мероприятия ходят, а активно участвуют в таких экологических акциях, благотворительных акциях. Сделать город чище вышли отдельные горожане, организованные сообщества клубы по интересам, молодежные движения. И вот мы сегодня пришли сюда на Качгартиринскую курью и мусора, к сожалению, увидели столько, что, наверное, если бы сюда весь Наринмар пришел, в три смены мы бы не управились. То есть такое количество... А сколько еще мусора вообще у нас на территории города находится? И вы знаете, мы периодически выходим на различные экологические акции, прибираем территорию города, но, к сожалению, мусора становится не меньше. Среди участников всемирного флэш-моба «Сделаем» члены клуба пенсионеров «Северные зори». Активные женщины с радостью откликнулись на призыв к участию в акции. Ведь в их годы молодости такие субботники проводились регулярно. Большая благодарность Центру молодежного движения. Они нас приглашают на все мероприятия. Очень благодарны Наталье Александровне Дуркиной. Не забывая от нас, большое спасибо. Мы за чистый город, за культурный город. И что все у всех было хорошо. Раньше жили всегда у домов, и вообще по берегам рек сами же чистили, ходили. Хотя мы не пачкали, всегда убирали, увозили с собой. Чтобы они понимали, что нельзя так делать. Вот бить стекло, вот это столько битого стекла. Вот это надо было пропагандировать молодежь. Впрочем, среди участников акции «Сделаем» много молодежи. На этих определенных участках очень много мусора. И кто, если не мы, будет его собирать? И как-то хотелось помочь. Все-таки всемирный день сегодня. На данной территории очень много мусора, так как тут рядом магазин такой. Тут просто битого стекла очень много. Мусор со временем скопился. В нашем регионе организатором акции выступил фонд «Экоразвитие Ненецкого округа». По окончании флешмоба весь мусор собирается и утилизируется. Одно из рекомендуемых в этой сборе – это раздельный сбор отходов. То есть отдельно макулатуру. Ну, конечно, сейчас погода влажная. То есть бумагу не очень уже придется выкидывать. А вот пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Вот их очень много собирают, то есть отдельно. Дальше мы привезем себе фонд на склад, обработаем, прессуем и отправим за пределы региона на переработку дальнейшую. Организаторы и участники акции надеются, что горожане будут сознательнее. Кроме того, всем участникам будут выданы электронные сертификаты, подтверждающие участие во всемирном флешмобе. Флешмоб «Сделаем!» в Наринмаре собрал более ста человек участников. Но это не значит, что борьба за чистоту в родном крае закончилась. Чистота в Наринмаре должна войти в привычку. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».